МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый маршрут с новым видом транспорта. По Чебоксарским улицам начнут ездить необычные троллейбусы. Неделю на голосование. Чебоксарцам предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства. В Сочи обсуждают экономическую повестку на годы вперед. Сегодня начал работу Российский инвестиционный форум. В деловых мероприятиях принимает участие и делегация Чуваши. Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. Российский инвестиционный форум, который по-прежнему проходит в павильонах Олимпийского парка, бьет рекорды по количеству заявленных участников. Именно здесь власти регионов, предприниматели и ведущие эксперты обсуждают стратегию развития страны на ближайшие годы. В деловой программе более 50 тем и презентация передовых проектов. Чувашская делегация приехала в Сочи еще и для того, чтобы наладить новые контакты. Большие шаги навстречу друг другу делают регионы. Глава Чуваши Михаил Игнатьев, временно исполняющий обязанности руководителя Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, подписали детальный план взаимодействия на 5 лет. Только в прошлом году товарооборот между субъектами превысил 150 миллионов рублей. И мы, наши международные субкурсы, только будем развивать. Об этом говорит президент России Владимир Путин. И наш народ любит трудиться. Народ Кабардино-Балгарии тоже очень трудолюбивый, всегда ответственно подходит. Хочется пожелать нам всем и нашим членам команды, параллельской команды успехов. Потенциал колоссальный, отмечают главы регионов. Из Чуваши в Кабардино-Балкарскую республику сейчас поступает продукция предприятий электротехнического кластера, солнечные модули, краски и конфеты. В перспективе объем поставок увеличится. Будет развиваться и сотрудничество в области туризма и культуры. Республика Чуваша развивается. Республика имеет много достижений в области науки, образования. И мы надеемся, что в этой области мы найдем много точек взаимодействия и надеемся на конструктивное сотрудничество двух регионов. Ключевая тема форума – подготовка квалифицированных специалистов, которые будут развивать экономику. В республике намерены создать современный образовательный центр. Инициативу региона поддержит Всероссийский фонд «Талант и успех». Республика станет его партнером. В центре будут обучать победителей олимпиад, конкурсов и спортивных турниров. Образовательную программу как раз и разработают в фонде «Талант и успех». Те, кто проявят себя, включат в региональный банк данных одаренных детей. Еще один стимул – шанс пройти подготовку в сочинском Сириусе. Елена Шмелева отмечает, что в республике налажена эффективная система подготовки квалифицированных кадров. Мы ожидаем расширения и охвата программ, которые мы делаем вместе за счет включения все большего количества педагогов в наши программы, повышения квалификации и, конечно, расширения возможностей для ребят в первую очередь. То есть охват новые программы и новые партнеры – это то, что ребятам подскажет, что им делать следующим шагом, с кем им делать и где их ждут. И вот самое главное, что губернатор включен во все этапы подготовки, начиная до средней школы. Поэтому это вот несколько другая культура создания программ, другая культура, ну не знаю, работы с педагогами и включение в реальные программы инвестиционного экономического развития региона. От инвестиций в образовательную среду зависит многое, отметил председатель правительства Дмитрий Медведев. Приоритетная задача для региональных властей – реализация национальных проектов. Уже определены конкретные сроки. Контроль за тем, как исполняются поручения президента, возложен на федеральные ведомства. Следить за ситуацией из москвейских кабинетов невозможно. Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будут выезжать в регионы. Мы об этом договорились, такие поездки уже начались. Но за каждую недостроенную школу, за каждый не построенный, не отремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или не убранную свалку, будет отвечать, извините, не абстрактная власть, а конкретный чиновник. Я надеюсь, что это все понимают, сидящие в этом зале. Одна из самых масштабных национальных целей – развитие бизнеса. Поддержка предпринимателей выходит на первый план. Путь инвесторов необходимо освобождать от преград. Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений. Есть и целый ряд других неблагоприятных моментов. Но и сделано уже немало. На рекордно низком уровне, и это действительно очень важно, остается безработица. Около 4,8% от численности экономически активного населения. Бюджетная, налоговая, тарифная политика, отраслевое регулирование должны быть настроены так, чтобы помогать бизнесу. Теперь мы запустили новый механизм – трансформация делового климата, в котором совместно с бизнесом будем работать по еще большему числу направлений. В нем почти полторы сотни мероприятий, которые помогут сократить сроки и затраты на подключение к сетям. Перейти к предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства в электронной форме. Более широко внедрять цифровые технологии. Упростить административные процедуры в сфере международной торговли. Достичь успеха в развитии экономики – вполне реальная задача, отметил Дмитрий Медведев. Необходимые ресурсы в бюджете заложены. Главное сейчас наладить эффективную работу на всех уровнях власти. Председатель правительства привел в премьер Сочинскую Олимпиаду. Если очень захотеть, то в сжатые сроки можно реализовать амбициозные задачи. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика из города Сочи. Какие общественные пространства Чебоксар должны быть благоустроены в этом году? Такой опрос сейчас проходит на портале «Открытый город». Горожанам предлагают выбрать три варианта. Учет мнения горожан – один из принципов программы формирования комфортной городской среды. Так, в прошлом году чебоксарцы голосовали за территории, которые хотят видеть благоустроенными в первую очередь. На участках во время выборов президента страны. В этом году голосование решили провести через портал «Открытый город». Всего у нас на этот год выделено 157 миллионов рублей. Для голосования на портале «Открытый город» мы выставили 15 территорий. В принципе, эти территории, они также участвовали и в прошлогоднем рейтинге голосования. Имеются определенные наработки по ним, проектная документация, смертная документация. И предлагаем горожанам определить три территории, которые они хотели бы благоустроить в текущем году. Голосование продлится до 20 февраля. Троллейбусы на автономном ходу начнут ездить по чебоксарским улицам через неделю. Они встанут на 10-й маршрут, который соединит микрорайон Садовый с железнодорожным вокзалом. Сейчас идет обкатка нового транспорта. Пробную поездку совершила и наша съемочная группа. Вместо названия конечных остановок на ТБО светится слово «обкатка». Пока в депо находятся три троллейбуса на автономном ходу. Еще два поступят в конце месяца. Водители знакомятся с новой техникой, изучат техдокументацию, проходят инструктаж. Работал раньше я в Москве на таких троллейбусах. Другой модификации, конечно, были они. А так, в принципе, ничего нет сложного. Автономный ход, конечно, большое преимущество. Когда ТБО не можем проезжать, мы такие участки. Автономный ход включили, штанги сняли, и можно ехать. Этот участок можно проехать спокойно. Другие плюсы – пневмоподвеска, низкие полы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры, места для инвалидов и даже порты для зарядки телефона. Вместимость – 110 пассажиров. На автономном ходу троллейбус может проехать 15 километров. Максимальная скорость – 70 километров в час. Время полной зарядки аккумулятора – 50 минут. Новые машины будут возить жителей садового микрорайона в центр столицы. На сегодняшний день нормативный интервал будет составлять в пиковое время 10 минут, в межпиковое время 20 минут. Я думаю, это вполне достаточно, чтобы обеспечить ту потребность по вывозу жителей микрорайона Садовой в центральную часть города Чебоксары. От железнодорожного вокзала до улицы Богдана Хмельницкого троллейбусы будут ездить по контактной сети, а вот дальше уже на автономном ходу. Чтобы водителям было легче подключить штанги к проводам, на остановке Богдана Хмельницкого установлены вот такие специальные ловушки. Первый блин вышел комом. Водителю нужно подключить штанги с ювелирной точностью. Без практики тут никак. Во время обкатки выяснилась еще одна проблема. Пробные поездки как раз для этого и нужны. У специалистов троллейбусного управления еще есть время, чтобы устранить все ошибки. Через неделю 10 маршрут уже заработает. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Покрышки и блокираторы. Так столичные автовладельцы занимают парковочные места во дворах. Делается это незаконно и специалисты районных администраций регулярно их демонтируют. Такие покрышки на парковках в столичных дворах частое явление. Хотя так делать запрещено. Земля муниципальная. Застолбив таким образом место, автовладелец нарушает сразу два закона. Кодекс об административных правонарушениях и правила внешнего благоустройства Чебоксар. К нам поступают письма из муниципального контроля, где они выявляют в ходе рейда эти блокираторы, цепи, шины, проволоки. И подоставляют списки с адресами к нам. Мы уже выезжаем и производим демонтаж. Также мы принимаем обращения от граждан. Кто-то пишет обращение к нам на электронную почту. Все покрышки и цепи специалисты районной администрации вывозят и складируют еженедельно. 15 шин и 4 метра троса. Такой улов за этот рейд. В прошлом году в московском районе по 94 адресам освободили 324 парковочных места. В чувашской культуре народные ремесла всегда занимали особое место. И сегодня работа современных мастеров основывается на традициях предков. Сувениры, сделанные руками чувашских умельцев, знают и любят во многих регионах страны и даже за рубежом. В этом году мастера решили превзойти самих себя и подготовить к празднованию 550-летия города Чебоксары необычные сувениры. Налетяй! Торопись! Покупай! Живопись! У героев известной комедии ассортимент небогатый русалки да коты. А в небольшом магазинчике народных промыслов чувашие около 16 тысяч самых разных изделий. От магнитиков и керамических статуэток до огромных панно и национальных костюмов. В преддверии юбилея столицы здесь расширяют ассортимент. Например, появились вот такие эксклюзивные украшения. Женские украшения укладываем в такие подарочные коробки, где написано 550 лет. И Чебоксары, тут Чувашьень, парни. И вот мы, например, открываем. И вот тут такое солидное украшение. И значение украшения написано на трех языках. Сначала на чувашском языке, потом русский, потом английский. Я думаю, все гости будут очень довольны. По-новому умельцы взглянули и на образ мифического богатыря Улыба, придав ему новые черты. Улыб помогал, жил. И он женился на земной женщине. И у них родились сыновья, такие же богатыри, как отец. И когда им пришло время, чтобы они женились и жили отдельно, отец им сказал, вот возьмите лук, и куда стрела упадет, там и будете жить. Стрела упала, где город находится, наши Чебоксары. Потом там образовался город Шубашкар. Шубашкар – это означает, вот имя Геру – это Улыба Шубаш, и Кар – это Ограда. Вышивальщицы готовят скатерти, платки, салфетки. Рядом вполне современный женский аксессуар – косметичка, но тоже украшенная национальным узором. Преданные своему делу мастерицы выверяют каждый стежок до миллиметра. Вышивают женщины на редине. Ткань мягкая и приятная на ощупь. Чувашские орнаменты украшают и керамические панно, и деревянные изделия. Я сама из Башкирии, у нас очень сильно развита резьба по дереву. И приехав в Чувашию, я занялась этим ремеслом. Но более 30 лет уже обучаю детей. Одна из моих любимых работ – пререзная резьба, сквозная она. Все это насквозь выпиливается, очень сложная работа. Райское дерево называется. Я сама из деревни, и очень много вот таких интересных работ с сюжетами деревенскими. Вот «Погуляли» называется. Дед с ковшом. И еще одна тема, этническая такая, натюрморты в национальном стиле. Сейчас мастерицы работают буквально не покладая рук. Хотят удивить земляков и гостей столицы своей уникальной продукцией. Большую поддержку им оказывает гильдия ремесленников и торгово-промышленная палата Чувашия. Мы открыты для всех инициативных людей, которые желают участвовать в развитии, сохранении и возрождении в народных промыслах Чувашской республики. Милости просим состав гильдии. Штаб, если можно так сказать, гильдии, это вот здесь. И, конечно, торгово-промышленная палата. Там у нас совещания, заседания, официоз, так сказать, протокольные мероприятия. А здесь, собственно, сосредоточие всех видов творчества. Уже весной умельцы вместе со своим уникальным товаром расположатся на заливе, в городе Мастеров. Мимо них вряд ли пройдут туристы с теплоходов. А это значит, что хендмейт из Чувашием разойдется по всей стране и будет напоминать своим новым хозяевам о гостеприимной республике на Волге. Галина Титарчук, Павел Иритков, Республика. 14 февраля – Международный день дарения книг. О рождении этой доброй традиции и ее последствиях в нашем сюжете. День Святого Валентина превратился в День влюбленных в книги. История праздника началась 7 лет назад с маленькой традицией в семье американского книжного блогера Эми Бродмор. Как-то раз, именно 14 февраля, Эми подарила книги не только собственному сыну, но и другим детям. Ее примеру последовали и другие поклонники чтения. Так неожиданно доброе дело превратилось в Международный день дарения. К нашему огромному удивлению оказалось очень много неравнодушных у нас жителей города. От саботливых домохозяек до депутатов. За три недели собрали более 8 тысяч книг. Кстати, в этом году в основном приносили детские книги. Книга – это лучший подарок. И я считаю, что книги должны читать все в любом возрасте. Саша Квасников принес книжки, которые уже прочитал. Айболит, Братец-кролик и Братец-лис. Они им очень понравились, и он считает, что их обязательно должны прочитать и другие. Алибабай, 40 разбойников, 7 подземных королей, лягушка-путешественница. В день влюбленных в книги можно было не только подарить свою книгу библиотеке, но и забрать домой понравившуюся. О, рассказывает сказки. Так что в библиотеке имени Маяковского сегодня было шумно. Юные читатели просматривали новые для себя книги, выбирали, что взять с собой, а заодно учились делать закладки. Я вырезаю бабочку, чтобы наклеить ее на закладку. Закладка для книги нужна, чтобы быстрее найти ту страницу, где остановился. Я сейчас читаю книжку «Доктор Айболит», и для этой книжки я сейчас делаю закладку. Мне эта книжка очень нравится, потому что там веселые приключения. Этим юным читателям точно будет чем заняться сегодня вечером, а взрослые, может быть, еще раз внимательно поглядят на свои полки и поймут, что их книги ждут другие читатели. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В эти выходные на льду залива традиционные соревнования «Волжский трек». Организаторы планируют провести заезды в двух дисциплинах – дрифт и ралли-спринт. Участвовать можно на обычных автомобилях. Будут как одиночные, так и парные заезды. Зрителям будет предоставлена возможность прокатиться пассажирам внутри автомобиля. Судьи будут оценивать траекторию заноса, смену его направления. Пока на гонку завелось около 30 экипажей. Традиционно принять участие может и прекрасная половина. Для них есть специальная группа – автоледи. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова